Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Рейки, кронштейны, резные балясины и многое другое. Для мастера резьбы по дереву Виктора Жвередовского это не просто способ заработка, это самое настоящее дело всей его жизни. Инженер лесного хозяйства с самых юных лет он был хорошо знаком с различными породами дерева, что безусловно сыграло на руку во времена становления его как мастера резьбы. Начиналось все, как обычно бывает, с малого, а именно с небольших предметов мебели. И постепенно, оттачивая мастерство, он перешел к более сложным изделиям. Начинал я с мебели еще в Белоруссии. Когда приехал в Курджиново, сразу же устроился в столярку. Мне было интересно работать с деревом. Обучился всему по дереву. И уже впоследствии ушел в узкую специализацию только резьбу по дереву. Сейчас я занимаюсь только резьбой по дереву. Делаю капители, кронштейны, также всякие мелкие вещи, доски для подачи, минажницы. Сам Виктор родом из Белоруссии, а в Курджиново оказался совершенно случайно. Судьба не иначе считает мужчина. Десять лет назад они с женой приехали на отдых в Карачаево-Черкесию и влюбились в эти места. Так и решили осесть здесь навсегда. За прошедшие годы читаж Вередовских об этом ни разу не пожалела. Само Курджиново нас привлекло своей природой, горами, просто покорили нас. А также здесь очень интересно, здесь очень много приезжих людей. Наши все соседи на самом деле из Москвы, из Питера, из других городов крупных. У нас есть здесь широкий круг общения, мы не замкнуты сами на себе. Вот эти два фактора важны были. На сегодняшний день у Виктора уже пусть и небольшое, но собственное производство. Практически полностью автоматизированное. Тем не менее, необходимость ручной работы присутствует всегда. Ведь станок делает самую примитивную работу, и только руки человека придают изделию его конечный, изысканный вид. Как бы ни была развита автоматизация, все равно очень много ручной работы остается. Доводки, шлифовки, подготовки материала. Не теряется связь с деревом совершенно в этом смысле для меня. Бывают такие дни, особенно когда выключают электричество. Я беру ручной руганок какой-нибудь и что-нибудь делаю. Всегда есть, когда живешь во дворе и работаешь с деревом, всегда есть чем заняться и чем отвлечься. Сам процесс производства достаточно непростой. Как рассказывает Виктор, на каждом из этапов требуется максимальная концентрация и сноровка. И все это, как говорится, приходит с опытом. Этапов много. Ну, конечно, выбор материала – это самое главное. Я работаю только с твердо-лиственными, дуб, бук, ясень. Конечно же, смотрю, чтобы материал был чистый, без сучков. Иногда сучки – даже преимущество, но смотрю, чтобы материал был чистый, без червоточины. Дальше, следующий этап – идет программирование. Я сажусь за ноутбук и программирую, создаю программу управляющую для того, чтобы объяснить станку, что делать дальше с этой деревяшкой. Далее станок делает часть работы, он вырезает, и дальше снова я. Моя шлифовка, моя доводка, покраска – этапов много. Думаю, многие могут обучиться этому. Да, главное, здесь, наверное, важно иметь хорошего учителя. Хотя у меня учителя не было, я многие долгие годы сам этому обучался. Ну, я думаю, да, почти каждому это доступно. Оценить талант мастера по достоинству смогли уже многие жители не только Карачаева-Черкесии, но и всей России. Виктор надеется, что в обозримом будущем он сможет расширить свое производство, и уже тогда займется не только резьбой, но и изготовлением мебели. Больше всего людей, конечно, из Карачаева-Черкесии здесь очень любят резьбу. Я делаю порталы дверные, красивые резьбу для порталов. Делаю резьбу на филенках, на кухнях, делаю много капителей, кронштейнов. То есть основная моя работа – это когда люди покупают мебель, я на эту мебель делаю красивую резьбу, украшаю ее. Ну, я вижу, что я буду масштабировать свое производство, увеличивать. Я бы хотел иметь свой цех по производству мебели. К каждому своему заказу Виктор подходит с душой, старается найти подходящий материал, тщательно обсуждает с заказчиками идею и концепцию будущего изделия. Не обходится, конечно, без эксклюзивных пожеланий клиентов. Один из необычных моих заказов – это то, что у меня заказали недавно 800 пирамидок из кедра гималайского. Я резал 800 пирамидок маленьких, вот таких 4 сантиметра. И вот я их взял, они пахли одурительно совершенно. А я обращаюсь в цеха, покупаю в цехах материал уже строганный, сушеный. Как правило, здесь у меня есть в доступе дуб, бук и ясень. А также я сейчас из сочей привожу всякие различные необычные породы. Это кипарис, это секвойя даже мне попадается, термоясень. Выбор большой очень. Несмотря на наличие в своем распоряжении специальных станков и машин, Виктор частенько проводит время за ручной работой по дереву. Как признается мастер, это занятие приносит ему внутреннее удовлетворение и чувство гордости за выполненную работу. Для меня на самом деле, как это ни странно, важен результат. Когда я взял деревяшку, я с ней поводился полчаса или час, и у меня изделие. Чаще всего ко мне приходит заказчик, говорит, хочу что-нибудь новенькое, что я никогда раньше не делал. И тут включается инженерная мысль, я придумываю, создаю и делаю это. И так почти всегда. Редко бывает так, что я делаю что-то по шаблону одинаковое каждый день. Здесь много творчества, начиная с моделирования. Я создаю модели, увеличиваю их, уменьшаю, добавляю какие-то элементы, либо убираю. На этапе производства, опять же, когда я вырезаю первый образец, я смотрю, насколько он удачный. Если что-то мне не нравится, я меняю объемы, добавляю, либо убираю что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok